А теперь вопрос на миллион долларов. Если старшеклассников будут учить пользоваться оружием прямо в школе? А учить будут. После очередной трагедии депутаты все еще смогут с умным лицом заявить «Кхм-кхм, во всем виноваты игры. Преступник научился стрелять в Counter-Strike». Привет, просветители. Если бы за каждый ролик, в котором я говорю об очередной инициативе Министерства Просвещения, которую нужно реализовать вот прямо сейчас, а иначе образование рухнет и страну захватят либералы. И как только до этого жили. Так вот, если бы за каждое подобное видео мне платили по рублю, у меня бы уже было несколько рублей. Зарплаты бюджетников они такие. А, бюджетников. Уже более правдоподобно. Вот и на этой неделе нас порадовали очередной инициативой. Не слышу восторгов. Инициатива. О, другое дело. Нас порадовали еще одним обязательным уроком. Но на этот раз, чтобы счастливых глаз и веселых улыбок было побольше, решили не ограничиваться школами и колледжами, но и студентам отсыпали новых предметов. Кушайте, не обляпайтесь. В школах и колледжах будут собирать автоматы и рыть окопы. И вот уже и у пятиклассников боевой опыт появился. Удобно. А в вузах будущие медики, журналисты и все остальные профессии будут ДНК России изучать. Может вторую вышку получить. А какой твой генетический код? Не важно, как вы относитесь к возвращению начальной военной подготовки в школы и колледжи. Еще менее важно, что о политике и оружии думаю я. Что с меня взять? Проплаченная Америка или Берда? С этими выборами выплаты за этот месяц задерживаются. Кстати, о проплаченности. Вот мои топовые бустеры. Огромное спасибо всем, кто поддерживает мою разлагающую светлую умы деятельность. Хотите смотреть ролики и стримы без рекламы раньше всех? Переходите по ссылке. А еще неудачные дубли со съемок этого ролика также уже доступны на бусте. Так вот, оставим наши взгляды в стороне. В какой? Не важно. Левые, правые, без разницы. Сказал что-то против? Очередной предатель. Плюс одна ачивка. Когда депутаты, военные, взволнованная родительская общественность, об этих товарищах сегодня еще вспомним, предлагают добавить что-то очень нужное в школьную программу, это понять можно. Эти люди не имеют никакого отношения к образованию. Они не представляют, как функционирует школа. Именно поэтому их все и слушают. Но не учителей же на самом деле. Когда же уже Министерство просвещения выступает с очередным с пылу-жару предложением, это тоже понять можно. Эти люди точно так же не имеют никакого отношения к образованию. Да, я никогда не устану булить Кравцова с товарищами. У каждого свой крест. К сожалению, эти люди не знают, не хотят понимать, или просто делают вид, что не слышали об учебной нагрузке. Так знакомый учителям, школьникам и родителям. Один известный рыжий философ однажды заявил. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. И если перенести эту умную мысль на школьную или вузовскую почву, мы получим шедевр. Чтобы добавить в расписание что-нибудь ненужное, надо сначала убрать из него что-нибудь ненужное. А, тут уже нужное, раз оно столько лет там было. В этом мире есть множество замечательных знаний, умений и навыков, которыми было бы неплохо овладеть. В теории, одна проблема, у человека есть ограничения. Чертовы кожаные мешки. Нельзя просто закидывать школьников все новыми и новыми предметами в надежде, что-нибудь да прилипнет. И это не мое мнение. Это мнение физиологов и специалистов по возрастной психологии. Не случайно в нашей стране уже много лет существуют нормативные документы для каждого класса. Больше этого количества уроков в неделю быть не может. Ученик просто не вывезет. Даже если предмет максимально патриотичный и очень необходимый. Русский язык со стоповым. Точнее физика. Проведем небольшой эксперимент. Попытаюсь объяснить буквально на пальцах. Точнее, на чайниках. Чтоб даже чиновники поняли. Вот это предельная допустимая учебная нагрузка. Как видите, стакан уже полон. Ничего добавить нельзя. Эти ограничения наложили специалисты. Проверить бы этих специалистов на связи с западными НКО. И какие бы, на ваш взгляд, полезные знания не были в этом чайнике, запихнуть их в стакан, во всяком случае в его нынешнем виде, не получится. Сначала нужно вылить. Иначе с психикой произойдет что-то не очень хорошее. И надо понимать, стакан современных старшеклассников заполнен просто до краев. Ваше здоровье. Я провел эксперимент с водой, но я эту квартиру снимаю. Что из программы можно удалить, чтобы добавить новые предметы? Русский? Так его и так в старшей школе раз-два и обчелся. А напомню, ЕГЭ сдавать всем. Химию, которую в непрофильных классах в последние годы просто выставили за дверь. 40% десятиклассников не смогли набрать больше 10 баллов во время исследования качества образования, которое проводил Рособорнадзор. Максимально возможный балл 52. Не набрал вообще никто из 25 тысяч участников. А 80% не смогли перешагнуть даже половинный рубеж. По сути, у большинства ребят была или двойка, или вообще кол. Но при этом разговор, химия предмет по выбору, это норм, а военная подготовка обязательно. А потом школьникам рассказывают о корежущихся генах. Вот это видео. Когда человек на серьезных щах рассуждает о дополнительных 140 часах в старшей школе, любому педагогу и психологу понятно. Товарищ вообще не понимает, что он несет. Где-то глубоко-глубоко в душе догадывается об этом и Министерство просвещения. Все же это в том числе и оно установило параметры предельной нагрузки. Но именно здесь на помощь Кравцову приходит внеурочная деятельность. Больше 37 уроков в неделю запихнуть нельзя. Запрещено. Но можно просто назвать предмет внеурочкой и вуаля, еще десяток строчек в расписании. Но есть один маленький моментик. Внеурочная деятельность не обязательно к посещению. Была до недавнего времени. Ну, несколько лет назад. Именно поэтому многие юристы в сентябре и утверждали, родители могут не отправлять своих детей на разговоры о важном. А Кравцов в свою очередь доказывал, нет, разговоры обязательны. Это такая особая внеурочка. Она как урок, но не урок, потому что стакан уже заполнен. И даже оставим в стороне разговоры о счастливых пенсионерах и Донбассе. В школе максимум 7 уроков, утверждает Санпин. Но у моего ребенка 8, утверждает мама. Вообще-то 9, утверждает сын. У меня еще нулевой. Нет, уроков 7, а нулевой и восьмой это внеурочка, утверждает администрация. И не беда, что эти уроки ведет тот же самый преподаватель по тому же учебнику и выставляет точно такие же оценки. Раз назвали внеурочкой, никакой перегрузки нет. Не, ну если такое объяснение считается нормальным, то тащите еще пяток предметов. Че нет-то? Недавно я подвергся резкой ужасающей критике. Такого я просто не ожидал. Я читал комментарии, долго приходил в себя, перечитывал любимые книги, гулял и думал о вечном. Оказалось, что мои подписчики совершенно не разделяют мои убеждения. Они? Вы! Вы не любите пиццу с ананасами! Как же так? Ну, ничего. Что ж, вот для таких случаев в меню нашего партнера доставки еды Фудбенд есть самые разные пиццы. И вообще совершенно другие блюда. И никаких ананасов. И главное, с моим промокодом ОСТАПОВ Фудбенд опять работает, большая скидка на все заказы. Хоть каждый день пробуй новое. Сами приготовят и сами доставят по Москве круглосуточно. В меню Фудбенд много всего. Пицца из печи с разными начинками. Классика, острый, с мясом, с креветками. Ну и новинки от бренд-шефа. Тем, кто тесто не употребляет и больше смотрит в сторону Азии, классические или необычные роллы с лососем, кальмаром, икрой, горбушей или угрем. Или вот есть покеболлы. Сытные и большие порции. Рыбные, мясные или веганские. А если хочется чего погорячее, есть много блюд со сковородки. Лапша-вок с морепродуктами или говядиной. Есть даже классика русской домашней кухни. Картошечка с грибами. Почему бы и нет? А для моих зрителей и предпринимателей у Фудбенд еще есть и франшиза. Помогут с ребрендингом существующего ресторана в вашем регионе или с открытием с нуля пиццерии или доставки. Подробнее по ссылке в описании. Ну а если просто хотите вкусно поесть, пишите при заказе Фудбенд промокод Остапов. Тогда сработает приятная скидка на все заказы и любые блюда. Кликаем по ссылке ниже и приятного аппетита. Думаю, никто не сомневается, что о нагрузке школьников серьезные дяди и тети точно говорить не будут. А зачем? Поэтому просто попытаемся разобраться, как появилась начальная военная подготовка. Это что, опять только в России школу решили милитаризовать? В какой форме и в каких классах будет проходить? Кто будет вести и другие подобные вопросы. Сразу же отвечу на вопрос, который, возможно, позволит посмотреть на всю ситуацию немного по-другому. Нет, не только российские школьники будут маршировать и разбирать автоматы. Если верить интернету, то похожие занятия проходят в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Украине. Я знаю, что у меня есть зрители из этих стран, поэтому попрошу, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как у вас все это проходит. К чему готовиться? Аналог начальной военной подготовки появился в нашей стране еще в 1918 году. Теперь можно будет говорить, что мы вернулись к классическому образованию. Не так я себе это представлял. Назывался предмет допризывной подготовкой и учащиеся 15-17 лет занимались в специальных учебных пунктах. В 1962 году эти уроки отменили, чтобы возродить в 1967 для школьников и студентов техникумов. Изучали два года, а учителями чаще всего были военные. Занятия сохранялись до начала 90-х, а потом фактически были ликвидированы, но в некоторых школах продержались гораздо дольше. И вот с сентября 23-го они вернутся уже везде. Дальше начинается моя любимая рубрика «Правая рука не ведает, что творит левая». Подписчики моего телеграм-канала уже давно знают, если Кравцов что-то заявил, жди через пару часов опровержения от какого-нибудь чиновника или депутата. Павел, что вам Кравцов сделал? За что вы с ним так? Его не так поняли, он имел в виду не это. А у нас в школах и так это есть. Кстати, многие учителя это и отметили. В современном курсе ОБЖ содержатся темы, затрагивающие военную подготовку. Итак, буквально за один день на нас вывалили. Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года в российских школах появятся курсы начальной военной подготовки. Понятно. То есть будет отдельный курс. Чуть позже в пресс-службе Минпросвещения уточнили, что занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочные. Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы. Ага, модуль, но внеурочный. Согласно действующему законодательству, внеурочная деятельность является обязательной частью образовательной программы, поэтому посещать такие занятия необходимо. Внеурочная, но обязательная. Окей. Но у нас вообще-то в конце октября еще ФО появился. Как указано в документе, в рамках предмета ОБЖ появится модуль «Элементы начальной военной подготовки». Старшеклассников научат правилам воинского приветствия, обращению с АК-74, строевой подготовки, основам стрельбы, принципу действия гранат. Их также ознакомят со средствами индивидуальной защиты, покажут основы первой помощи в бою, транспортировки раненых. И что в итоге? В ОБЖ-то эти темы оставят? Документ появился в конце октября, а уже в начале ноября тут новый предмет организовался. В Минпросвещение рассказали, что ведут разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки. Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в школах и колледжах будет проходить в рамках инструкции. Она предусматривает на НВП 35 учебных часов в течение 5 дней. Ясно. Вроде бы. Но есть еще военные, и у них совсем другое видение предмета. Предложение о ведении отдельного учебного предмета начальная военная подготовка на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования, как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается, сообщил Герасимов. Он также конкретизировал пожелания по содержанию подобных курсов и предложил предусмотреть для них 140 учебных часов в течение двух последних лет обучения в школах. 140 часов. В 10 классе на русский язык столько уроков-то не отводят. А мы вроде как сейчас активно русский язык защищаем. Не, я немец. И да, я считаю, важно говорить, что у нас многонациональная страна. Похоже, не очень поняли, что к чему и в Госдуме. Поэтому депутат Яна Лантратова обратилась непосредственно в Минпросвещение. Кстати, она же пару дней назад предложила запретить игры с насилием и нецензурной лексикой. Все стало еще более непонятно. По словам депутата, в ответе ведомства указывается, что с 5 по 10 класс будут преподаваться основы военной подготовки, а в 10 классе даже специальные пылевые выезды. То есть уже и учеников средней школы это касается, а не только старшеклассников и студентов колледжей. Оперативно. Я бы, конечно, с детского садика начинал. Но самая мякотка дальше. Лантратова назвала это решение реакцией на многочисленные обращения родительского сообщества, которые были написаны в адрес нашей фракции. Вот и причина появления этого предмета. Оказывается, родительские сообщества очень об этом просили. Возникает сразу несколько вопросов. Где эти обращения? Когда они обсуждались? Они же обсуждались? Что это за родительские сообщества? Научи хорошему, а какие предметы родители хотят подвинуть? Ну и самое главное. А родители уверены, что российские школы обладают необходимой технической базой для проведения подобных уроков? Или просто презентацию с противогазом покажут и... Ок. Не, ну если так, то и три урока в неделю не жалко. Радует, что эти вопросы, похоже, не особо волнуют и Министерство просвещения. Relax. Take it easy. В думе заговорили о необходимости подготовки школьников. Кравцов уже готов. Он как пионер. Только Кравцов. Павел, вы такой юморист. Боже, боже, продолжайте. Он будет уже со следующего учебного года в школах. Сейчас он готовится до 1 января. Затем пройдет апробация. И школы его со следующего года могут использовать. Вот это скорость. До 1 января создадут. Зимой апробация. А в сентябре уже во все школы. Соник со Стахановым позавидуют. Стоит отметить, что это все тоже Кравцов, который уже третий год собирает данные о зарплатах учителей в провинции. И ничего пока сделать не может. Но очень старается. Держи шоколадного Деда Мороза за старание. Это все тоже Министерство, что приняло новые федеральные образовательные стандарты без учебников. Это все, что вам нужно знать об этом ведомстве. Вы просто вдумайтесь. Наша школа с этого сентября перешла на новые стандарты. Но ни один учебник им еще не соответствует. Их пока только готовят. Но школа уже перешла. Но учебников нет. Но перешла. Но учебников нет. Ребят, запускаем кружок по плаванию. Бассейн будет готов через пару лет. Пока на суше тренируемся. Красота. А вот военную подготовку через 2 месяца готовы запустить. Вот этот вопрос не на шутку взволновало учительское сообщество. А в школах точно есть преподаватели, что готовы профессионально вести этот предмет? Конечно есть. Ведь если бы их не было, министерство ни за что не дало бы зеленый свет. Правда же? Кроме того, будут организованы специальные курсы. У меня от слова курсы глаз дергается. А, ну раз курсы, вопрос снимается. НВП нужна, потому что одного года в армии катастрофически недостаточно. Но одного месяца курсов вполне хватит, чтобы приготовить профессионала, который будет других военному делу учить. Звучит вполне логично. А если учителей не будет хватать, набирать кадры среди офицеров, проходивших контрактную военную службу. Приоритет при таком доборе преподавателей, по мнению военного ведомства, должен отдаваться участникам боевых действий. Только два замечания. Первое. А вы про ПТСР слышали? И второе. А военные готовы работать за учительскую зарплату? Сейчас не времена СССР, когда работа в школе была престижной, а учителей все уважали. Мы теперь в школе только отчеты заполняем. Еще бы детей из школы убрать, чтобы никто не мешал бумажками заниматься. Эх, мечты. Если найти нужных учителей для колледжа и школы будет сложно, боевой опыт, владение оружием, то вот преподавателей для нового предмета в вузах точно найдут. Что, пацаны, разговоры о важном в МГУ? Как стало известно коммерсанту, администрация президента планирует уже к марту подготовить первую версию масштабного учебного курса «Основы и принципы российской государственности». Круто! У нас теперь администрация президента образовательные курсы готовит. Не, ну а что, в запрещенной соцсети у каждого второго блогера свой курс. Чем администрация президента хуже? Мне, когда я это слышу, мне хочется свой диплом педагогического в мусорку отправить. Пока. Павел, а диплом в современном мире нужен? Конечно, его можно во время съемок использовать. Планируется, что его будут преподавать студентам всех специальностей для расставления мировоззренческих акцентов. Ваши акценты еще не расставлены? Тогда мы идем к вам. Звучит жутко. Основы – часть анонсированного ранее проекта ДНК России, который, по сути, представляет собой полноценную реформу высшего гуманитарного образования. Реформируют гуманитарное образование, а курс обязателен для всех. Логично. No questions at all. В рамках этого проекта администрация президента совместно с Миноборнауки планирует определить и привить студентам ценности, которые, по мнению чиновников, соответствуют национальным интересам страны. Заодно авторы планируют сформировать образ будущего России, основой которого станет пентабазис ценностей. Забираю свои слова обратно, расставление акцентов уже не пугает. Привить студентам ценности – вот ради чего стоит бешеные деньги за вуз платить. Студентам будут рассказывать, как возникло российское государство, в чем его специфика, на какие традиции опирается российская государственность, какую роль играет природно-климатический фактор. А из блока под условным пока названием «Россия и внешний мир» студенты узнают, почему России всегда приходилось выдерживать натиск со стороны самых разных внешних оппонентов. Ну я и говорю, разговор о важном. Можно прям те же самые методички использовать. Только про Деда Мороза замените. Хотя, конечно, хочется верить, что для создания курса пригласят людей, которые немножко ответственнее относятся к своей работе. А то урок о традиционных ценностях в школе отменили, а уже в следующий понедельник. На прошлом занятии мы говорили о традиционных ценностях. Нет, мы говорили про атомную отрасль. Но если даже создателям этих сценариев ли у них исправлять? Эээ. Ладно, и так сойдет. Разработчики хотят, чтобы курс носил конкретный характер и опирался на исторический материал и ценности, которые лежат в основе российского государства. Государство выделяет на обучение студентов в вузах деньги налогоплательщиков. А они заинтересованы в том, чтобы средства инвестировали в то, что сделает их жизнь лучше. Именно поэтому лучше потратить деньги родителей и студентов на расставление акцентов, а не на еще одно занятие по профилю. Я в телеграме уже пошутил за мемасиками в мою телегу. Остается только ответить на один вопрос. Кому больше повезло? Школьникам в окопах или студентам, расставляющим акценты? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ну а если хотите поддержать меня, обязательно поставьте лайк этому видео. Так оно получит больше просмотров. Кроме того, не забывайте про мой телеграм и бусте. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.